Белоснежные зубы Заранее предупреждаем, что видео создано в ознакомительных целях, а мы ни в коем случае не призываем вас использовать эти способы и методики. Если захотите ими воспользоваться, для начала обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Что ж, давайте начнем с блока домашних рецептов, в котором расскажем о действенных способах быстрого отбеливания зубов. Номер один – пищевая сода Обычная пищевая сода есть в каждом доме. В основном ее используют для приготовления определенных продуктов, а также для очистки столовых и электрических приборов. Тем не менее, эту же пищевую соду можно вполне использовать для очистки зубов. Это связано с тем, что пищевая сода является мягким абразивом, который убирает темные пятна с зубов. Соду даже добавляют в большинство зубных паст, поскольку она является природным отбеливателем. Сперва смешайте четверть чайной ложки сухой соды с водой и обмакните в этот состав зубную щетку. Затем протрите зубы полотенцем, а после этого облежите их. Далее приступайте к чистке зубов. Чистить зубы нужно, как обычно, около трех минут, уделяя особое внимание резцам и клыкам, которые видно при улыбке. Можно также добавлять соду в зубной порошок. Уже после первой процедуры будет виден заметный результат, а постепенно сода поможет вам полностью отбелить зубы. Но помните, со временем пищевая сода может повредить эмаль, поэтому не стоит прибегать к этому способу ежедневно. Лучше чистите зубы содой один-два раза в 2-3 недели. Если вкус соды вам неприятен, можете смешать ее с небольшим количеством зубной пасты. Номер 2. Перекись водорода. Перекись водорода обладает мощными окислительными свойствами. При взаимодействии с органическими веществами она начинает выделять углекислый газ и воду. Молекулы газа способствуют осветлению эмали, поэтому этот способ весьма действенный, но в то же время не совсем безопасен. Но об этом чуть позже. Сначала поговорим о процедуре. Для отбеливания зубов таким методом нужно взять обычную зубную щетку и вылить на нее одну чайную ложку перекиси. Либо же можно целиком окунуть зубную щетку в бутылочку перекиси и почистить ей зубы. Чистить зубы нужно 3 или 4 минуты, периодически увлажняя щетку. Есть еще один способ, но уже без использования щетки. Вам нужно взять чистую ткань, пропитать ее перекисью, а затем аккуратно протереть смоченной тканью зубы. Тем не менее, этот способ, как мы говорили, не совсем безопасный. Во-первых, перекись водорода истончает эмаль, и зубы могут стать слишком восприимчивыми к горячей и холодной пище, а также к кислым и сладким продуктам. Поэтому такой способ рекомендуется использовать нерегулярно. И во-вторых, самое главное, перекись водорода категорически запрещено глотать. Это может привести к химическому ожогу пищевода и желудка. Поэтому после такой чистки зубов нужно тщательно и осторожно ополоснуть ротовую полость простой водой. Номер 3. Лимон Лимон оказывает сильное отбеливающее действие. Свежей кожуркой лимона можно регулярно протирать зубы, а соком этого фрукта можно полоскать ротовую полость. Эффективен и другой способ. В небольшом количестве поваренной мелкой соли смешивается несколько капель сока, и полученная паста интенсивно втирается не только на зубы, но и десны. Средство нужно оставить на пару минут, после чего нужно прополоскать ротовую полость водой. Использование данной методики каждые два дня на протяжении нескольких недель помогает убрать не только некрасивый желтый оттенок, но и зубной камень. Номер 4. Апельсиновая корка Для регулярной чистки зубов можно использовать свежую корку апельсина, которой вы можете тщательно натирать зубы перед сном для устранения желтого оттенка эмали. В состав корки апельсина входит кальций и витамин С, которые на протяжении всей ночи будут противостоять атаке микроорганизмов, находящихся в ротовой полости. Спустя несколько недель будет заметен первый положительный результат. Эмаль зубов станет намного светлее, зубы будут крепкими и блестящими. Если нет возможности использовать свежие апельсиновые корки, тогда подойдет порошок апельсиновой цедры. Номер 5. Древесная зола или активированный уголь Древесная зола на протяжении многих лет используется для отбеливания зубной эмалии. С этой целью нужно будет взять золу и просеять ее через мелкое ситечко, чтобы получился порошок. Потом он разводится кислым молоком, в результате должна получиться пастообразная масса, которой несколько раз в неделю чистятся зубы. Если что, можно просто воспользоваться активированным углем вместо древесной золы. Номер 6. Базилик Базилик обладает мощными отбеливающими свойствами, поэтому его рекомендуется применять в домашних условиях для осветления зубной эмалии. При этом базилик еще надежно защищает десны и зубы от воспаления. Понадобится взять пару листков растения и на несколько часов оставить на открытом солнце. Высушенные листки растираются до порошка, а потом смешиваются с любой зубной пастой. Этим средством необходимо интенсивно чистить зубы. Можно из высушенных листков базилика сделать другую пасту, смешать порошок с горчичным маслом и применять смесь для чистки зубов. Номер 7. Маргоза Маргоза – это отличное средство для быстрого отбеливания потемневшей зубной эмалии. Ветки маргозы могут применяться в качестве зубной щетки. В простую зубную пасту рекомендуется добавлять масломаргозы, которое обладает антисептическими и вяжущими свойствами, а также помогает убрать изо рта неприятный запах. Номер 8. Клубника и яблоки Яблоки – это фрукт, полезный не только для всего организма, но и для зубов в частности. К тому же яблоки являются известным способом очистить зубы, когда зубная щетка недоступна. Вторым полезным фруктом, а точнее ягодой, для зубов является клубника. Она содержит яблочную и фолиевую кислоту, которая помогает естественным способом отбеливать зубы. Некоторые рекомендуют раздавливать клубнику и смешивать ее с пищевой содой и зубной пастой для максимального эффекта. Однако при длительном воздействии клубника может повредить зубную эмаль, поэтому будет лучше ее просто есть. Также, если вы хотите не только отбелить, но и укрепить зубы, то помимо клубники и яблок, включите в свой рацион груши, морковь и сельдерей. Номер 9. Черный список Под черным списком подразумеваются продукты и напитки, которые стоит полностью исключить из рациона, если вы не хотите, чтобы на ваших зубах появились темные пятна. Их можно исключить как после того, как вы уже отбелите зубы для сохранения эффекта, так и во время процедур по отбеливанию зубов для скорейшего достижения цели. Итак, вот список продуктов, которые стоит полностью исключить или, по крайней мере, сократить их потребление. Кофе, черный чай, газированные напитки, особенно темного цвета, темные ликеры, черника, цитрусовые, красное вино, карри, виноградный сок, томатный соус, жевательный табак и сигареты. Если вы не можете отказаться от некоторых напитков, например, от кофе или сока, то можете пить их через трубочку. Так жидкость не будет попадать на эмаль, что сохранит ее белизну. О чем мы еще хотели рассказать, так это о специальных средствах, которые также позволят вам быстро очистить зубы и придать им белоснежный вид. Отбеливающие полоски Отбеливающие полоски – это один из самых эффективных способов отбеливания зубов, который в последнее время набирает большую популярность. Эти полоски зачастую покрыты отбеливающим гелем, который содержит перекись водорода, а, как мы помним, она очень неплохо помогает в отбеливании эмали. Так что этот способ подойдет для тех, кто не захочет рисковать и чистить зубы непосредственно самой перекисью. В интернете, супермаркетах и аптеках можно найти немало подобных полосок. Главное – избегайте тех из них, которые содержат диоксид хлора. Этот элемент может повредить эмаль. Нанесите одну отбеливающую полоску на верхние зубы, а вторую – на нижние, и оставьте их примерно на 30 минут. Некоторые полоски растворяются сами по себе в полости рта, другие же вам придется самостоятельно снимать после такого сеанса. После этого ваши зубы будут белыми на протяжении относительно долгого времени. Поэтому, используя это новаторское средство, вы буквально сможете отбелить зубы дома за час, а то и меньше. Для достижения наилучших результатов используйте отбеливающие полоски два раза в день в течение двух недель. Отбеливающий карандаш Отбеливающий карандаш – это своеобразная альтернатива отбеливающим полоскам, поскольку он дает подобный эффект и содержит такой же элемент – гель с перекисью водорода. Встаньте перед зеркалом, широко улыбнитесь и нанесите слой геля карандашом на сухие зубы и зубные промежутки. Не закрывайте рот на протяжении 30 секунд, чтобы дать гелю высохнуть. В течение 5-7 минут удерживайте гель на зубах. По завершении процедуры прополощите рот теплой водой. После этого постарайтесь ничего не есть и не пить в течение 45 минут. Отбеливающим карандашом стоит пользоваться два раза в день, утром и вечером, до достижения необходимого результата, но не более 14 дней подряд. Отбеливающая зубная паста Хотя отбеливающие зубные пасты не сделают ваши зубы белоснежными за час, они все равно помогут удалить пятна и придать эмали белизны в долгосрочной перспективе. Такие зубные пасты содержат абразивные частицы, которые убирают темные пятна с эмали и полируют зубы, не повреждая их. Вдобавок они содержат химические вещества, которые скрепляются с поверхностью зубов, делая их белее. Поэтому если вы хотите придать своей улыбке белизны, то покупайте отбеливающие зубные пасты вместо обычных. Да, и еще один совет. После чистки зубов прополаскивайте полость рта небольшим количеством воды. В противном случае вы рискуете смыть всю пасту зубов, а в этом случае вы также смоете ифторит, который является одним из ключевых элементов в зубной пасте, поскольку он оказывает на зубы полезное воздействие. Лоток для отбеливания зубов Лоток для отбеливания зубов – это очередное новаторское средство, которое способно быстро и качественно придать вашей эмали белизны. Вы можете купить его в магазине или же приобрести лоток, сделанный на заказ вашим стоматологам. Внешне он выглядит как бойцовская капа, которая подходит под очертания зубов и челюсти. Чтобы использовать лоток для отбеливания зубов, сперва почистите зубы. Затем нанесите на лоток концентрированный пироксидный или отбеливающий гель. Наденьте лоток на зубы, плотно прижмите и оставьте на 20 или 30 минут. Потом снимите лоток и тщательно промойте рот водой. Качественные лотки для отбеливания зубов не раздражают слизистую оболочку рта и не причиняют дискомфорт даже самым чувствительным зубам. Начальные изменения цвета зубов будут заметны уже с первого применения. Имейте в виду, что сделанные на заказ лотки будут подходить под ваши зубы и челюсть намного лучше, чем лотки, которые вы купите в магазине. Несмотря на то, что это будет дороже, такой вариант предпочтительнее, поскольку эффект будет еще более быстрым. Что ж, а на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо вам большое за просмотр!